В одном из наших прошлых видео я сравнивал цены на продукты в Турции и в России, а если быть точнее, в Стамбуле и в Москве. Посмотреть это видео, кстати, можно вот здесь вот по ссылочке. И результат меня удивил, поэтому я решил посмотреть, что же там с другими странами. И сегодня я сравню с тобой цены на продукты в Украине и в Турции. Ну, а если быть точнее, в Киеве и в Стамбуле. Ты на канале Turkey Space. Погнали посмотрим, и результат снова будет ошеломляющий. Итак, я, как и в прошлый раз, взял ноутбук и зашел на сайты магазинов в Турции и Украине. У меня от прошлого сравнения осталась табличка, и по этой же табличке я решил накидать корзину продуктов, чтобы сравнить их. Ну, и чтобы потом в дальнейшем можно было строить рейтинг стран по цене продуктов. Итак, начнем, как и в прошлый раз, с томатов. В Украине они будут стоить 69,95 гривен, а в Турции 16,90 лир. И да, я по-прежнему ленив, поэтому в табличке я цены не перевел с лир в гривны, но они вот будут на картинке здесь переведены в лиры. Так что смотри внимательно. Итак, за черри коктейльные 2 килограмм в Украине мы отдадим 47,50, а в Турции 27,90. За килограмм картошки в Украине мы отдадим 7,95, а в Турции 13,50. Килограмм лука нам обойдется в Украине 29,79, а в Турции 13,50. Огурцы нам обойдутся в Украине 63,95, а в Турции 25,90. Шампиньоны нам обойдутся в Украине 89,95 гривен, а в Турции 22,90 лир. Здесь у меня в таблицечке идет дальше баклажан, но его в Киеве не нашлось, так же как не нашлось в Егисе. Поэтому я из итоговой суммы в Турции и в России с прошлого обзора, я вычел стоимость баклажана или ДИСа. Ну, чтобы наш с вами эксперимент был чистым, не загрязненным лишними суммами. Итак, дальше идет авокадо. За штуку в Украине мы отдадим 59,79, а в Турции 16,90. За килограмм моркови в Украине мы отдадим 18,95, а в Турции 14,90. Тут мы с вами по-прежнему видим тенденцию, что что-то с морковью в Турции не так. Так, бросим в нашу корзину кабачок. В Украине он нам обойдется 69,95, а в Турции 24,90. Капуста. В Украине 22,55, это цена без распродажи, а в Турции 8,75. Я подчеркиваю, что я беру цену без распродажи, потому что распродажи в разных магазинах, они бывают часто на разные продукты. Поэтому, чтобы опять же соблюдать чистоту нашего эксперимента, я буду брать цену без распродажи. Дальше опять пошел у нас борщевой набор. Зеленый лук. В Украине он будет стоить 29,90, а в Турции 11,90. Укроп. В Украине будет стоить 30,90, а в Турции 6,45. Перец. В Украине будет стоить 119,69, а в Турции 23,90. Так, пойдемте дальше по мясу. Говядина. Говядина в Киеве не нашла, но там была свинина, которую в Турции не бывает. Но обычно цена на говядину и свинину, она во всех странах примерно одинаковая, плюс-минус. Поэтому, я думаю, ничего страшного не случится, если мы сравним цену на свинину в Украине 137,79 за килограмм, а в Турции 195,90. Куриный окорочок, вот этот продукт, который точно есть в каждой стране. И в Украине он будет стоить 78,99, а в Турции 51,90. Бросим в нашу корзину сыр. За килограмм Турции мы отдадим 179, а в Украине, по крайней мере, в Киеве, я не нашел килограмма. Поэтому мы возьмем за основу, чтобы получить килограмм, вот 5 900-граммовых упаковок. И это будет составлять по 100 гривен 30 копеек за одну упаковку. Их нам надо 5, поэтому мы заплатим 501 гривен и 50 копеек. Возьмем сыр с плесенью. В Украине он будет стоить 59,90, а в Турции за аналогичный объем мы заплатим 82,95. Ну и плавленный сырочек, который треугольником, все же его любят. Особенно коты его часто любят. Напиши в комментариях, твой кот любит такой сыр. И в Украине мы заплатим 56,90, а в Турции 18,95. Пойдемте дальше по продуктам. Значит, яйца за десяток яиц в Украине мы заплатим 66,80, а в Турции 38,95. Возьмем молоко. В Украине мы заплатим 47,70, а в Турции за аналогичный объем 19,95. Ну а для тех, кто им бьет обычное молоко, по разным причинам, может у него там неусваиваемый с лактозой, или может быть он вегетарианец, он купит миндальное молоко. Ну вернее, мы для него возьмем миндальное молоко. И в Турции мы за него заплатим 63,95, а в Украине 78,50. Это цена без распродажи. Так, возьмем масло. В Турции за килограмм масла мы заплатим 190 лир. А в Украине килограммового масла я не нашел. Самый большой объем это был по 500 грамм, поэтому нам надо взять 2. И мы заплатим по 145,20 за 500 грамм. Ну раз бросили масло, давайте бросим масло подсолнечное в нашу корзину. И в Турции мы за него заплатим 48,50, а в Украине мы заплатим 68,58. Сахар, сахар, сахарок, подпластить жизнь или чаек. Значит, в Турции мы заплатим 25,90, а в Украине за аналогичный сахар мы заплатим 33,60. В прошлый раз мы вот с вами делали печеньки из всего этого набора. Давайте так же и в этот раз сделаем, ведь для них нам понадобится мука. И в Украине мы заплатим 15,80, а в Турции мы заплатим 19,50. Пойдем дальше по бокале. В Турции мы заплатим 19,25, а в Украине мы заплатим 47,40. Но точно таких же спагетти там не нашлось, поэтому я взял примерно такие же по качеству и по производителю идентичные, аналогичные. И возьмем макарошки, вот эти вот спиральки. В Турции мы заплатим 19,25, а в Украине мы заплатим 36,70. Так, возьмем соус к этим спагетти, макарошкам. И в Украине мы заплатим 29,90, а в Турции за аналогичный объем мы заплатим 22,90. И возьмем майонезик. Куда без майонеза? Из майонеза не обойтись. Из майонеза мы заплатим в Турции 33,90, а в Украине 38,20. Так, ну что, можно пойти по крупам. И вот возьмем яблочки Грани Смит. В Турции они будут нам стоить 16,90, а в Украине 12,95 без распродажи. Возьмем цитрусовые апельсинки в Турции будут стоить 16,45, а в Украине 64,95 без распродажи. Из цитрусовых еще возьмем мандарины. Мандарины в Турции будут стоить 16,90, а в Украине 64,95 также без распродажи. Ну и цитрусовый вот лимон, чаек бросить. Чтобы его бросить в чаек, в Турции мы заплатим 19,90, а в Украине 65,95. Из фруктов давайте возьмем еще бананы. Бананы – гормон радости. Легкий перекус и быстрый. В Турции мы заплатим 22,50, а в Украине 64,95. Виноград. Можно покушать, можно вино из него сделать. Вот за виноград в Турции мы заплатим 31,90, а в Украине 73,95. Может кто-то в такое вот нелегкое время любит порадовать себя экзотикой. И возьмем мандарины этого человека. И в Турции мы заплатим 24,90, а в Украине 46,53. Хотя казалось бы, Турция поближе к экзотике красной. Ну какая-никакая экзотика, опять же таки, Киви. В Турции, как говорится, в Турции 19,90, а в Украине он стоит 62,95. И за гранаты мы заплатим в Турции 23,90, а в Украине 79,95. Так, мы с вами там брали лимончик, чтобы бросить чай. Вот возьмем чай. В Турции мы заплатим 81,90 за 100 пакетов чая. А в Украине мы заплатим 81,70. Кто знает, почему такая разница? Вроде бы Турция выращивает чай, а вот разница такая. Я не могу понять. Если ты знаешь, напиши в комментариях. Ну и возьмем для кофеманов. Кофеманы чай обычно не пьют, а не пьют кофе. Вот возьмем кофе. В Турции мы заплатим 69,90 за 200 грамм. А в Украине мы заплатим 201,50. Есть такие люди, их чаем не пой, кофе не корми, дай газировки. Так вот, за колу 2,5 литра, в Турции это будет 2,5 литра, мы заплатим 23,75. В Украине это будет 2,25 литра, мы заплатим 42,60. Ну и возьмем энергетик. В Турции мы заплатим 19,50. А в Украине мы заплатим 50,70. Возьмем сладенького киндер-шоколад. В Турции мы заплатим 16,90 за 50 грамм. А в Украине мы заплатим 19,70. Цена без распродажи. Ну и мороженого. Опять же, есть такие люди, которые под шоколадом не корми, дай мороженого. Типа меня. И вот за мороженое в Турции мы заплатим 120,95, а в Украине 143,30. И опять же, вот это мороженое, вечная классика, как говорится, в Турции мы заплатим 14,00. Но такого мороженого в Украине не продают. Там своя есть вечная классика. И, поверь мне, она ничем не уступает мороженому, которое мы покупаем в Турции. И в Украине мы заплатим 25,60 за мороженое. Стоп, наркотик. Это вот вообще просто разрыв твоих вкусовых сосочков. Уж поверь мне, если ты попробуешь вот это мороженое, тебя будет за уши не оттащить от него. Ну и после сладкого обычно хочется кусить чем-нибудь солененьким. Возьмем чипсы. И в Турции мы заплатим 13,50, а в Украине 33,90. Так, ну что, ничего не забыли? Хлеб. Как обычно забыли хлеб. Ну надо же, опять хлеб забыли. Возьмем хлеб. В Турции мы заплатим 13,25, а в Украине мы заплатим 19,90. Итак, если подвести весь этот итог, то в Турции мы потратим 1915,35 лир, что в пересчете на день съемки получается 3788 гривен и 44 копейки. А в Украине на эту же самую корзину мы потратим 3700 гривен и 96 копеек. Как ты видишь, эта сумма, она примерно одинакова. И таким образом, по цене продуктов, под дешевых продуктов, дорогим продуктов, на первое место в нашем рейтинге выходит Украина. За ней идет Турция и далее Россия. На данный момент пока что в России самая дорогая продуктовая корзина, а в Украине на данный момент она самая дешевая. Ну что, как видишь, я как и обещал, результат оказался ошеломляющим снова. Поэтому подписывайся на наш канал, чтобы не пропустить следующие видео со сравнением цен на продукты в других странах. Также можешь поставить лайк, это меня будет мотивировать на создание дальнейших видео со сравнением цен на продукты. Ну и пиши комментарии, я там задавал вопросы, ты на них можешь ответить в комментариях. Может ты знаешь, чем связаны некоторые моменты. И если тебе хочется задать вопрос анонимно, можешь написать на нашу почту. Также у нас есть сайт, где ты можешь узнать много полезной информации. А также там есть наши контакты, по которым ты можешь обратиться к нам с просьбой помочь тебе найти жилье. Или может быть у тебя есть квартира в Турции и ты хочешь продать ее, так же можешь обращаться к нам. Ну и всегда можешь воспользоваться функцией Супер. Спасибо, поблагодарить за проделанную работу. Обняли, подняли и немножечко вкусно, чтобы было приятно. Пока.